Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Да, мы от винодельни «Галицкий и Галицкий» и от винодельни «Усадьба Маркотх» с удовольствием подарим по одной бутылке наших вин за лучшие вопросы, которые будут сегодня выбраны. Это очень приятно. Я думаю, что ребята, которые будут задавать вопросы, будут правильные вопросы задавать. И, соответственно, мы с тобой в конце уже выберем, кому мы предоставим эти подарки. Это очень круто. Спасибо тебе большое. Леша, мы с тобой познакомились в свое время у Геннадия Апарина на фестивале савиньонов, когда я первый раз попробовал твое «Каберне савиньон». То есть «It's my wine» был такой бленд. Я его, помню, привез достаточное количество для того, чтобы еще в школе подать. Кстати, познакомился, когда «Зарема» первый раз пришла еще, я же с ней в школе познакомился. И мы открыли эту бутылку, и вот до сих пор эта бутылка, она ее возила с собой, и вот теперь она у нас, то, что она впервые попробовала. Я хочу сказать, что в стране, в нашей большой стране не так много виноделов, которых стоит равняться, и я считаю, что ты винодел от Бога. Ты в каком поколении винодел? Во втором поколении. У меня мама проработала в виноделии всю свою жизнь. Жива-здорова, но уже находится на заслуженном отдыхе. Так что во втором поколении винодел. Ты знаешь, у меня вопрос к тебе такой. А каким образом у тебя получается, что для этого нужно, чтобы просто взять, собрать виноград или привезти виноград, переработать, чтобы получались такие клевые вины, как ты умеешь делать? Это на самом деле характер в вине, характер винодела, он всегда виден, его можно ощутить. Ну, какой ты хороший человек, как мы тебя все очень любим, все это прекрасно знают, это все отражается в вине. Так вот скажи мне, какой секрет у тебя есть, где ты просто приложил в руку, и оно у тебя получилось хорошее вино? Я просто действительно люблю это дело, виноделие. Мне это очень интересно, я не перестаю любить это, удивляться этому, постоянно нахожусь в процессе совершенствования. Это не какие-то красивые слова, это действительно так. Мне это очень нравится, действительно интересно на разных терруарах делать вина. Почему так получается? Ну, потому что я это очень люблю, потому что я вдумчиво подхожу к этому вопросу, потому что я многократно думаю, прежде чем что-то сделать. Ну, и потому что я люблю вино пить. Я его пью активно, поэтому я вот пошучу немножко. Для себя, любимого, для своих родных и близких стараюсь делать что-то очень вкусное. Ты немножко пропадаешь. Мы можем сменить локацию немного. Так, извините, господа, мы немножко передвинемся. Но ты видишь, сейчас мы сделаем... Слушай, это вообще круто. Это еще круче, что сзади бочки у тебя такие. Ну, это отлично. Ну что, Леш, твое первое вино, которое ты сделал, какое оно было? Я уже отвечал на этот вопрос. Кто-то задавал именно такой же вопрос. Это первое вино я очень хорошо помню, потому что это было сухое белое вино, которое я сделал в 1996 году, будучи на летних каникулах между первым и вторым курсом университета, в котором я учился, на кафедре виноделия. Это был, повторюсь, было сухое белое вино, которое я сделал из винограда сорта Каринка. Это такой кишмиш бессемянный, по сути, столовый виноград. Это первый опыт был. Я хорошо помню это вино, еще потому его хорошо помню, что тот самый куст винограда, с которого я собрал первые грозди и сделал вино, он до сих пор растет в моем дворе, там, где я живу. Я человек с корнями и очень горжусь этим. Я живу там, где родился и занимаюсь, прилагаю свои усилия, в том числе, в том месте, откуда я родом. Супер. Скажи, пожалуйста, твой любимый сорт винограда. Точно сложный вопрос. Любовей в жизни моей было много. Когда-то был очарован в большей степени Каберне Савиньоном, потом увидел прелести в Мерло, потом меня полностью захватил Пино Нуар. Но сейчас я сохраняю любовь ко всем этим сортам. Безумный Блю Шардоне и Рислинг на самом деле. Но сейчас очень и очень интересно для меня виноделие Пимонта и топовый сорт, из которого делают великие вина этого региона, Небиола и Барбареско, для меня захватывающие вина. Я их очень обожаю. Поэтому мы думаем об этом. Сколько в общей сложности проектов ты делал за все время? Сколько ты занимаешься виновным? Ну, когда ты задаешь вопрос, делал сколько проектов, это значит, принимал ключевое участие. Я работал. Ну, принимал участие, да. Сложно сказать. Давай посчитаем. Семь. Семь проектов. Семь проектов в общей сложности? Да. Ну, когда-то я начинал молодым специалистом в одном проекте, потом продолжал в другом. Но ты же работал еще на «Русской лозе», насколько я знаю. Да, я занимался 15 месяцев, трудился на компанию «Русская лоза», занимался проектированием виногреческого предприятия по приемке винограда для этого холдинга, который должен был принимать 10 с лишним тысяч тонн винограда. Все у нас успешно прошло, спроектировали, начали строить. Потом экономические вопросы не позволили завершить, и я принял другое предложение. Пошел трудиться на усадьбу «Дивноморство». Что пьем? Что ты пьешь? Я пью сейчас молодое шардоне 2019 года урожая из стали. Потому что перед тем, как выйти в эфир, я дегустировал то, что мне нужно продегустировать по сегодняшнему плану на винодельне. И это вот, решил остаться с этим. Добрый день, Алексей. Сигма Меридиан передает вам привет. Наши партнеры. Александр Павлович, приветствую, дорогой. Он всегда смотрит наши эфиры. Это очень круто. Огромное спасибо. Да, скоро мы обязательно сделаем интереснейший эфир. Однозначно, человек достойный уважения. Про бутылку Зарима пишет, что она до сих пор у нас. Зарима, большой привет. Храните ее с Артуром. Я думаю, что там есть что-то магическое, которое вас соединило. Великолепная история. Главное правдивое. У Галинского сейчас объем 60 тысяч бутылок в год. А размер виноградников позволяют выпускать 300 тысяч бутылок. Когда собираетесь объем наращивать? Хороший вопрос. Да, этот вопрос очень хороший. Он одновременно и простой. С одной стороны простой вопрос, а с другой стороны очень сложный. Мы, безусловно, можем производить теоретически гораздо большее количество бутылок вина. Но на сегодняшний день у нас так называемая фермерская лицензия, которая просто не позволяет делать более 66 тысяч бутылок вина в год, более 5 тысяч декалитров вина в год. Мы сейчас работаем над строительством винодельни, которая будет иметь уже статус ООО, которая будет делать столько вина, не 300 тысяч бутылок сначала, а столько вина премиального направления, на котором мы специализируемся, сколько будет нужно и правильно спозиционировано на нашем рынке. Мы будем идти по этому пути постепенно, шаг за шагом. Я надеюсь увеличивать свое присутствие везде. Будем знакомить людей с нашим вином, но все поэтапно, степ-бай-степ, как говорится. Слушай, ну мне очень нравится этот проект, потому что вообще то, что ты делаешь, это очень круто. Но мне очень нравится этот проект, потому что, во-первых, он, скажем так, винный мир ворвался достаточно активно, ярко. Мало того, и очень радует то, что твои вина, ваши вина находятся в Симпле, как дистрибьютор, это очень круто, потому что очень многие смогут узнать о твоих винах, о ваших винах. Да. Короткую ремарку позволь вставить, Артур. Дело все в том, что в Симпле находятся вина от двух виноделин, к которым я имею непосредственное отношение. Это усадьба Маркотх, совладельцем и генератором идей, ведущим аналогом, которым я являюсь, и от винодельни Галецкий и Галецкий, той винодельни, на которой я работаю руководителем проекта. И мы с гордостью всегда по Маркотху говорим, что мы были первой, и есть первая российская винодельня, которая попала в ассортиментный портфель компании Симпл. С нашей маленькой винодельней, маленькой виногордой, началось формирование винного портфеля, российского портфеля компании Симпл. Это круто, когда заметили и, соответственно, во-первых, обратили внимание, с учетом того, что Симпл никогда не занимался российским виноделием, и всегда обходили стороной, тут это вот, то, что произошло, это очень-очень круто. А Кубанский Ленин задает вопрос. Да, Анатолий Корнеев, лично Анатолий Корнеев с коллегами прилетал ко мне дважды, для того, чтобы мы поговорили о начале работы, и очень приятно было нам маленькой винодельни, что серьезная компания в лице своего, одного из главных креативщиков, приехала к нам в гости. Я отмечу, что практически каждый год, ну, не практически, а каждый год вины Алексея Толстого попадали у меня в винный гид с разными оценками, но они всегда попадали, и это вины, которые действительно хороши. Я считаю, в Хорике продаваться они могут спокойно, потому что объемы не такие большие, для того, чтобы торговать их в супермаркетах, а вот для Хорики это очень правильная позиция. Куценок отмечает первый эфир с бочками. Да, абсолютно правильно, Игорь, это очень круто всегда. Кубанские вины задают вопрос. Артур, у вас есть совместный проект по Фантому из Сурб Георг Шумринка. Алексей и Артур не думали о совместном проекте? Думали, думали, и все может быть, поэтому все впереди. То ли еще будет, то ли все будет. Поживем, увидим. Сейчас нужно вам всем пройти этот сложный период. Несмотря на негативные моменты, в любом случае, любые кризисные явления – это новые возможности. Мы сейчас немножко переосмыслим все, что делали. Я в общем рассуждаю, я себе в частности. Может быть, выйдем из этой проблемы, в которой все сейчас находимся, с какими-то свежими идеями, и там уж все может быть. Скажи, а как ты считаешь, вот во всей этой истории российское виноделие вообще в целом, на твой взгляд, оно будет популярно у нашего населения с учетом курса? И вообще, может быть, ты видишь, что ситуация меняется очень серьезно в сторону российского вина от потребителя? Ответ очень непростой, потому что мы много раз уже, в том числе в последнее время, что-то заявляли, что-то планировали, какие-то были у нас, уверенность была какая-то непоколебимая, оговорка по Фрейду, непоколебимая в чем-то, но вот эта вот ситуация, она просто разрушила все наши идеи, все наши планы и прочее. Поэтому что-либо утверждать однозначным образом нельзя, я считаю, но тенденции, чисто экономические тенденции к тому, чтобы российское вино заняло больший процент на полках винных бутиков, в винных картах ресторанов, в хорике и в ритейле, я думаю, что шансы для этого есть. Посмотрим. Будем стараться. Я тоже думаю так. Главное, качество вина, мы с тобой прекрасно знаем, что зачастую бывает так, что люди начинают интересоваться российским виноделием, попробовав не очень хорошую бутылку вина, думают о всем российском винодели. Алексей, скажите, вы какие-то традиции принесли в вашу виноделью от европейских гурманов? Хороший вопрос. Я, будучи молодым специалистом, работая на разных винодельнях, так мне посчастливилось, я часто ездил в заграничные командировки, имея желание принимать, перенимать опыт, я всегда живо интересовался у энологов во Франции, Италии, в других странах всеми процессами, как они на это смотрят, как они это делают. Безусловно, какая-то часть опыта европейского, она была мною воспринята и применена на практике. Также нужно не забывать о том, что 6 лет, которые я провел на усадьбе Девноморской, мы плечом к ключу работали, я был там главным виноделом, последние 2 года был исполнительным директором, но мы плечом к ключу работали с моим другом, новогом итальянским Матео Калетти, с которым мы до сих пор поддерживаем самые теплые отношения. Я имел возможность ежедневно работать с человеком, который владеет всеми современными европейскими подходами к винификации, в совершенстве знает лучшие методы, поэтому мы очень много восприняли и во время этой работы. Я и вся команда наша. Александр Пустин, задает вопрос. Добрый день. Вы один из немногих, кто верит в кавказский дуб. Причины. Это так. Действительно, и была целая статья по этому поводу в свое время в журнале Simple. Причин несколько. Во-первых, я верю в то, что при правильном подходе к выбору массива лесного, где произрастают дубы скальной породы, при правильной заготовке деревьев правильного возраста, при правильной подготовке клепок, при правильной их сушке естественной, безусловно, можно добиться выдающихся результатов с нашим кавказским, родным кавказским дубом. Почему мы должны пропускать его мимо своего внимания? Нам это нужно, это наше, и нужно просто научиться делать эти бочки. я много лет работаю с бочками компании фанагория, и могу сказать, что мое мнение о работе с ними положительное. Да, постоянно идет совершенствование с их стороны, в том числе, мы как клиенты говорим какую-то конструктивную критику, порой можем высказать, но там все очень четко воспринимают, и совершенствование не прекращается. Я с большим удовольствием работаю с кавказским дубом, это одна из причин, я верю в него, при правильной работе с ним. И вторая, это экономическая причина, потому что, давайте предметно разговаривать, барик из Европы, из французского дуба, от лучшего производителя, высокой плотности, с качественной, нужной степенью обжига, будет стоить более тысячи евро. А бочка из кавказского дуба, которую можно всегда приехать, посмотреть, выбрать, проконтролировать, будет стоить существенно дешевле. Поэтому и экономические причины тоже играют роль. Я считаю, что надо брать и делать. Российский дуб, кавказский дуб нужно использовать. И мы его используем на обеих винодельных и на проекте Усаде Маркотах и на винодельных Галецкий и Галецкий. Вот сейчас я с вами общаюсь и в качестве подставки у меня бочка из кавказского дуба. Супер. Слышали, будет строиться винодельня. Когда будут открыты вакансии? Нужны ли помощники? У нас работает небольшая, но высокопрофессиональная команда. На сегодняшний день мы справляемся. Спасибо. Винодельню строим и будем еще одну винодельню строить. Как только появятся вакансии, мы обязательно об этом сообщим. Алексей, никогда не изменяй себе, оставайся лучшим всегда. Спасибо большое. Марина Валмушова написала, откуда появился бренд Голицын. Какой Голицын? Голицын это немножко другая история. Галецкий, Галецкий. Совсем другая история. Да, здравствуйте. Природа до бесконечности сможет обеспечить нас пробковым деревом. Какую бы вы предпочли альтернативу с Умким 54? Я считаю, что нужно предметно разговаривать, общаясь, бывая в Португалии, в гостях у ведущих производителей корковых пробок. Я точно знаю, что при правильной работе с пробковым деревом можно получать большое количество высококачественных пробок, которые удовлетворят потребности тех виноделин мира, которые заинтересованы в укупоривании вина корковыми пробками. Альтернативу корковым пробкам мы не ищем. Вызывает у нас определенный скепсис, я, может, непопулярную точку зрения выражу, все-таки винтовые пробки, это не наше направление. Да, в определенной ситуации это очень хорошо, когда вы хотите сегодня лбуан риса сохранить свежим, хрустящим, может быть, он может быть применен клинам, которые не очень большой потенциал имеют. Да, с удовольствием. От синтетических пробок мы отказываемся. Касательно корковых пробок мы выбираем одну часть цельнокорковых пробок натуральных, преимущественно неотбеленных, и другая часть это микрогранулированные пробки от лучших производителей. Тут уже мы пытаемся побороться с трихлоранизовом, с ТСА, который нам иногда портит нервы. в любом случае я абсолютно с тобой согласен. Что касается винтовых пробок, это абсолютно не ваш вариант, у вас немножко другой уровень вин, поэтому если брать обычные вины, простые, ординарные, которые живут недолго, может быть, то да, это неплохо, чтобы быстро взять, открыть, там выпить, но не ваши вина. Вопрос Алексею, насколько важно для винодела иметь профессиональный кругозор, насколько важно пить вино самому и иметь собственный развитый вкус, и какую роль играют чисто технические знания? И как ты думаешь, кто этот вопрос задал? Не вижу. Роман Неборский. Роман Неборский. Привет, Рома, мой уважаемый друг и коллега. Ром, я считаю, что все упомянутые тобою факторы имеют важное и важнейшее, равноважное значение для любого из нас, потому что и те базовые знания, технические знания, если хочешь, давай мы назовем, кто мы с тобой по специальности. Мы инженеры, технологи, поэтому инженерные знания, технические знания, знания техники, с которыми мы работаем, это очень важно. Что там еще было перечислено Романом? Имеет собственный развитый вкус и чисто технические знания. Я считаю, что без широкого кругозора, без обязательного знакомства, углубленного знакомства с лучшими винами, с лучших терруаров мира, ну невозможно сделать достойное вино в любой точке у нас в России. если ты никогда не пробовал Шабли или никогда не пробовал Розе из Бандоля и никогда не пробовал Рислинг из Мозеля например или Пино Нуар из Кот Дора, ну не можешь ты о нем предметно рассуждать и наверное не сможешь что-либо серьезное сделать. Может быть исключением являются какие-то случайные моменты, когда человек там взял и попал куда-то. Нет, системно ничего не получится. Ты это знаешь не хуже меня. Фархат Нагдалиев задает вопрос насколько велики различия между Гилинджиком и Гастагаевской в винограде практиках на винограднике и винодельне? Фархат, этот вопрос уже сейчас претендует на один из на то, чтобы победить. Это очень хороший правильный вопрос. Я счастливый человек, я всегда говорю. У меня есть возможность практически заниматься виноделием на абсолютно разных теруарах. И при Черноморской достаточно жаркий с малым количеством осадков морковь с южных склонов это один тип вин, это одно направление, которое нравится определенной категории любителей вина. Прохладные холмы Гастагаевской с достаточным количеством влаги, с правильным распределением дождей по протяженности календарного года, с западными и южными склонами также, с высокогорным позиционированием, достаточно высоким, не высокогорным, а позиционированием 300 метров над уровнем моря, с более прохладным климатом дает другое направление винах. Кардинально разные вина для разных целевых аудиторий, точнее, целевая аудитория одна, продвинутые винопотребители, но среди этой аудитории есть тоже люди, которые любят более такие мясистые, плотные, сочные, фруктовые бомбы, красные, которые получаются на морковке, кто-то любит более тонкие, белые, минеральные, хрустящие, со звенящей кислотностью вина белые, тонкий пену-нуар, который можно сделать только в прохладном месте. Очень разные теруары, я очень счастливый человек, безмерно рад тому, что и там, и здесь я могу практиковать и заниматься любимым делом. Мы запомнили Фархада с его хорошим вопросом. Можем ли мы произвести отличное вино Шаховцова Татьяна? Что значит можем? Мы его делаем? Тоже хорошее. Безусловно. Ты сам уже на него ответил. Напомни, пожалуйста, сколько лет, какое издание винного гида было крайним сейчас? Сейчас было седьмое, вот уже в этом году должно быть восьмое, но я надеюсь, что все будет. Уважаемая, уважаемая, извините, как зовут наша гость? Шаховцова Татьяна. Уважаемая Татьяна, Артур Георгиевич уже целых семь лет систематизирует лучшие российские вина, которые не просто все российские вина, а те вина, которые имеют оценку выше определенной. И этот гид, поверьте, он становится все более толстым каждый год. и критерии отбора становятся все жестче и жестче. Вино в России есть, у виноделья в России есть определенные проблемы, но мы поступательно движемся вперед, и лучшие виноделы, лучшие винодельни делают с каждым годом все более и более интересные вина. Поэтому, пожалуйста, пейте российское вино, и вы найдете для себя то, что вам будет по вкусу. собираетесь выходить на международный рынок? Мы все понимаем реалии на винном рынке. Действительно, в мире перепроизводства вина, и в том числе качественного вина, к сожалению, по крайней мере, по той информации, которая есть у меня, я не претендую на то, чтобы быть какой-то истинной последней инстанции, российское вино за границей, к сожалению, подчеркиваю, пока является в большей степени экзотическим моментом. Все больше и больше, особенно крупных виноделин поставляют вина на рынки в Соединенных Штатах, Китая, может быть, Британии, скандинавских стран. Но это незначительный процент, к сожалению. Я думаю, что для того, чтобы российское вино стало явлением в большей степени, надо присовокупить ко вниманию, которое есть у ведущих винных критиков российских. Ихак Артур к российскому венужности присовокупить и, может быть, даже скажу такую непопулярную фразу, заслужить внимание ведущей мировой критики для того, чтобы они не приглашенными приехали сюда к нам провести какие-то мероприятия, а сами захотели и сказали, что это они там делают, а давайте-ка мы приедем и попробуем. Давайте мы вольемся вот в этот круг людей, которому начинает быть интересным российское вино. Поэтому надо поработать еще. У проекта Галинского планируется винодельник и будет ли винодельная усадьба Маркотх? Отвечаю. Винодельная усадьба Маркотх есть. С 2015 года мы начали ее строить, в 2018 году мы получили лицензию, недавно было два года, до этого бутилировали свои винные в дружественном нам предприятии. Винодельная есть, большая винодельная, интересная, когда-нибудь мы откроем, откроемся для широкого посещения. Пока еще как перфекционисты мы не заделали все, как мы это видим, поэтому и не зовем большое количество людей. Касательно винодельной Галинский и Галинский, мы выпускаем вино, у нас есть лицензия, у нас есть винодельня, пока небольшая, такая вот стартовая, что называется. А другую винодельню мы сейчас строим и планируем еще одну на самом деле. Доброго дня, какова ситуация с обещанными красностопом в стилистике Амароны и Батрике с Вислем Галинский-Галинский? Кто задает такой замечательный вопрос? Константинович, уважаемые гости или гости, в аллокацию таким языком продажника буду говорить вин 2020 года, то есть винодельник Галинский и Галинский, уже включен красностоп Золотовский, мы представим его обязательно на суд публике в конце 20-го, наверное, в декабре или в начале 2021 года. Да, скоро в стилистике Амароны. Это будет очень интересно, поверьте мне. батритиса в том объеме, в котором мы планировали в 2019 на винограднике не случилось, но нам повезло и мы были хитрыми и терпеливыми, мы подождали и собрали в конце ноября при отрицательных температурах этот рислинг, который был батритизирован на 20-30% и великолепный Айсвайн ждет всех в 2021 году, поверьте, это очень вкусно. Не потому, что имею к этому отношение, команда наша трудилась над этим, потому что это действительно так. У Галинского очень стильные этикетки, да, согласен. Суховарева Анна, привет из Шумринки. Тебе большой привет из Шумринки. Это наши друзья и коллеги. Привет вам, ребят. Алексей, как вы относитесь к идее создания Ассоциации производителей качественных вин в России по аналогии с немцами ВДП или австрийцами QTW? Это говорит, задает вопрос Александр Рассадкин. Это очень хорошая идея, но и уже неоднократно она поступала на обсуждение в профессиональное сообщество в нашем. Инициировано это было разными уважаемыми людьми в разное время. Но из-за того, что, наверное, менталитет у нас такой, какие-то вот мы, я критично отношусь, в том числе к самому себе, мы какие-то несговорчивые, мы не можем как-то договориться, друг с другом договориться. пять человек собирается. И, как говорил один мудрый человек, не буду называть его имя, он из наших винных кругов, вот что не соберемся делать, все комсомол получается. Понимаете? Как раз он еще дополняет, не кажется ли вам, что это более действенный путь продвижения внутреннего контроля качества? Саш, я абсолютно согласен. Проблема в том, что мы почему-то, еще раз говорю, и себя причисляю к тем, кто не может договориться, почему-то не можем договориться, потому что все хотим очень острую палитру сортов выращивать на одном теруаре, потому что в каких-то правилах не сходимся, потому что в конце концов это приведет, приходит к тому, что у кого больше средств, денег, влияния, тот навязывает свои правила, а это неправильно. Пока не можем договориться, к сожалению, но нужно это делать. Если мы хотим быть серьезным винным краем, я имею в виду, не только Казахстанский край, вообще, разные апеллосионы в России иметь, нам нужно договариваться, к сожалению, пока не получаем. Фархад Магдалиев отмечает Савиньон Блам просто бомба, лучше Савиньон Блам в регионе. Марина Волгушова, да, кстати, вы собираетесь ставить на бутылках знаки качества? Собираетесь какие-то знаки ставить? На самом деле мы хотим своим честным трудом, кропотливой, непростой, ежедневной работой со временем заслужить уважения, внимания у любителей, продвинутых любителей вина нашей страны. Ну и вешать мы ничего на бутылке не будем, я думаю. Мы просто будем много работать и придем к тому, что наше вино будет говорить само за себя. Мы будем стараться, по крайней мере. Я вам обещаю. Агасий Ордиан, это, кстати, очень интересный производитель коньяка, спрашивает Агасий, значит, семь проектов, какое было по сердцу, конечно, кроме последнего. Я сказал, что в каких-то проектах я начинал как молодой специалист. Естественно, перерастая определенный уровень, переходил дальше, переходил в те проекты, где мне предлагали более серьезные должности, более широкий круг задач и возможностей. Я очень счастлив безмерно тому, что делаю сей час в двух проектах, которых я сказал. Тосадьба Маркотх и винодельня проекта Галецкий и Галецкий. Это два абсолютно разных теруара, которые я люблю одинаково сильно и уделяю время, стараюсь уделить время и там, и здесь. В Маркотхе мне помогает мой брат и я как приезжаю туда раз в неделю как супервайзер, зная, что он все умеет, только лишь где-то корректирую, подсказываю, потому что у меня большой молодец мой брат Сергей. Здесь я руковожу всей командой, уделяю больше времени, потому что рядом с моим домом я здесь тот работник, которого пригласили и наняли на работу. Марина Волгушова спрашивает, а какую позицию вы занимаете в сегменте, выше среднего или элит? Мы работаем с компанией InSipel, как было сказано сегодня, и наши вины позиционируются в премиальном сегменте вина обеих виноделин. На Маркотхе есть младшая линейка, состоящая из базового вина, базового, не хорошее слово, младшего вина, Маркотх белая, Маркотх красная, они более демократичны по цене, позиционируются уже в ритейле. Винодельня Галицкий и Галицкий работают только в премиальном сегменте, но мы идем, посмотрим, какие вызовы и варианты для развития предложат нам посткоронавирусная ситуация, поглядим, посмотрим. Марина еще задает вопрос, ваше игристое выставляется на выставку? К сожалению, наше игристое, наверное, все видели великолепные посты в Инстаграм, которые сделаны Сергеем Галицким младшим, это красивейшая история на самом деле, может кто-то слышал где-то от кого-то, нет, игристое вина мы пока не выпускаем серийное, это всего лишь на все, первый пробный дегуржаж для дегустации, то есть условно 9-месячное игристое мы попробовали, смотрим, наблюдаем дальше, вообще в наших головах идеи, которые наша команда вынашивает, три года на осадке не меньше, мы никуда не спешим, у нас очень хорошая кислотность, мы хотим сделать игристое серьезно, планируем, мечтаем об этом. Классику, соответственно. Ну конечно. Ожидаются ли на Маркотке и Галецке новые бленды или необычные моносортовые релизы? Ну вот, по поводу необычного, не совсем обычного, нестандартного, достаточно редкого моносортового релиза, я сказал минут 10 назад, это будет красностоп Золотовский, в конце, может декабре, либо декабре 20-го, либо январе, феврале 21-го года, это однозначно так, мы присматриваемся к цемлянскому черному соло, пока он у нас включается только в ассамбляж нашего премиального красного вина под названием Казак, также играет свою роль в новом релизе Розе, который мы будем бутилировать скоро, также мы хотим игристое сделать Розе из чистого цемлянского черного, по поводу Айсвайна тоже было пару слов сказано, достаточно широкий портфель у нас ассортиментный, ну, может быть, я также задачен сейчас созданием, вариантами создания ассамбляжного белого вина, который будет некой такой парой Казаку нашему, но не Казачкой, вот, я только об этом подумал, я прочитал это в твоих глазах, Артур, да, Алексей, как оцените потенциал российских автохтонов, есть ли среди них бриллианты, если да, то какие сорта отметите? Очень важно сказать, что российских автохтонов не так много, как автохтонов Грузии, Италии, Балканских автохтонов, и по большому счету они все сконцентрированы не в тех регионах, в которых не в нашем регионе, не в Краснодарском крае, потому что родина донских автохтонов, собственно, Дон, Цемлянский, Красностоп, Золотовский, Кумшатский, Денисовский, Платовский, Сибирьковый, там активно люди работают с ними, мы тоже работаем с Цемлянским и Красностопом, мы верим в их потенциал, они у нас получаются очень интересными, ребята, наши друзья и коллеги из Крыма работают с крымскими автохтонами, ребята, уважаемые, из Дагестана трудятся с автохтонами из Прикаспийской низменности, я пока уверенно могу говорить о Красностопе и Цемлянском Черном, которые мы планируем использовать, так как я сказал, Красностоп играет важнейшую роль в нашем бленде Казак наряду с Цемлянским Черным, Красностоп будет соло, на манер Амароны мы его видим на нашем Теруаре, Цемлянский Черный будет в какой-то небольшой микропартии Розе классическом, очень верим в это, также Цемлянский Черный идет в ассамбляж Тихого Розе и мы не исключаем, что Цемлянский Черный, который мы правильно выдержим в очках из Кавказского дуба преимущественно, дорастет сначала в нашей табеле о рангах до премиального вина, а потом уже мы, если это случится, мы познакомим с этим вином всех тех, кто интересуется российским Теруарным вином высокого качества. Супер. Игорь Кульсенок задает вопрос. Я знаю, что вы в основном, Алексей, работаете с Кавказским дубом. Где вы его берете и как относитесь к Кавказскому дубу из региона Пьемонт? На первую часть ты уже ответил? Я сейчас поясню. Тут корректировку нужно определенную внести. В своем проекте «Усадьба Меркот» я работаю преимущественно с Кавказским дубом, но сейчас процент французского дуба в нашем парке бочек растет на Маркотхе. На винодельни Галецкий и Галецкий мы работаем преимуществом практически исключительно с дубом французским от лучших мировых производителей. Кавказский дуб мы тестируем, мы его используем. Он находит свое применение при выдержке тех сортов, которые мы изначально видим возможным выдерживать в Кавказском дубе, так как у него есть свои особенности. Это не потому, что мы не можем себе купить. Нет, он интересен и с ним нужно работать. Берем мы компанию Фанагария, я сегодня говорил уже об этом, они имеют очень серьезный подход к созданию бочек из Кавказского дуба. Мы работаем с ними и будем продолжать. Настойчивый у нас зритель, девушка Марина Волгушова. А почему, кстати, потребитель будет выбирать именно ваш бренд? Я, например, не пробовал еще вашу вину. Или у вас сейчас прямой эфир именно для спецов? Нет, конечно, это прямой эфир. Мы специально не углубляемся с Артуром в мацерации, в делистаже, ремонтаже, в какие-то там алювиальные подложки, вот, потому что разговариваем, стараемся разговаривать понятным языком для более широкой аудитории. Наши вина, как уже было сказано, и одной, и другой моей винодельни, они малотиражные. Они выпускаются пограничным тиражом, всего 66 тысяч бутылок, каждая из виноделин дает на рынок. И, соответственно, позиционирование происходит неповсеместно. В Москве, в Петербурге, преимущественно в ресторанах класса, конечно же, в нашем родном Краснодарском крае, в регионы, в другие вино уезжают, но мы планируем со временем, опять же, для того, чтобы больше качественного вина предложить продвинутым потребителям осваивать другие, другие города, другие регионы. Вино придет каждому, я в этом уверен, нужно только захотеть. Марин, видите, вы сейчас услышали и очень, я уверен, вам захочется попробовать вина Галлицкая-Галлицкая, которого делал Алексей Толстой. Поэтому вы запомните и обязательно, когда придете, а вы, кстати, можете их приобрести, если вы находитесь в Москве, не знаю, в Москве или нет, я, кстати, отмечу, что у нас в винотеке, винотеке АС коллекция находится, есть вино, а Галлицкий-Галлицкий, поэтому можете приехать через сайт купи вино, приобрести. Значит, команда Галлицкого это сила, точно получится реализовать, реализовать все идеи и планы. Добрый вечер, жду ваших вин на полках. А где вы их ждете? Они уже давно уже есть. Сколько они уже? С нового года, по-моему, да? Нет, мы, я помню хорошо этот день, мы отгрузили вина с обеих виноделин, после ребрендинга Маркотх и впервые Галлицкий-Галлицкий мы отгрузили в один и тот же день. Это было 6 ноября 2019 года. И через уже с 10 ноября они быстро полетели по винотекам, по ресторациям и мы в поддержку первого релиза как раз таки поехали в Москву, в Петербург, в Сочи, в Краснодар с моим другом и коллегой Денисом Кузнецовым, нашим брендом амбассадором, для того, чтобы поддерживать вино и рассказывать с амелье, рестораторам, отельерам о том, что вот мы есть. Давайте дружить и общаться. Алексей, очень интересно слушать вас. Отметила еще раз Марина. Можно вопрос к Артуру. У вас есть своя школа с амелье? Хороший вопрос. При союзе с амелье экспертов России у нас есть своя школа называется Wine People. Всегда есть занятия открытые уроки когда еще до коронавируса. Сейчас возможно в онлайне присоединиться и слушать лекции. А вообще, конечно, лекция это лекция, но когда ты находишься с вином рядом и тебе рассказывают и ты пробуешь, это немножко другая история. Поэтому теорию да, а практику мы все-таки думаем, что нужно делать в самой школе. Школа называется Wine People. В Москве много различных школ. Есть школа Энотрия, есть Wine People. Это разные виды, по-разному вся эта информация преподносится. Вы можете прийти на открытый урок вообще вот в нормальное время прийти на открытый урок и посмотреть и в одной, и в другой, и там еще других в школах много, поэтому не вижу абсолютно проблем. А на Галицке разве экономят? Это по поводу кавказского дуба. Куценок задает вопрос. Я отвечал уже на этот вопрос не в экономии дела. Поймите, мы смотрим далеко вперед, а горизонт нашего планирования простирается в те времена, когда мы, надеемся, создадим совместно с какой-то серьезной бандарней, может быть, это будет Фоногорея, может быть, другая бандарня, свою бочку и выберем клепки, которые хотим, чтобы, с которых была создана эта бочка, и прямо от плантации дубов, то есть от делянки, правильно будет говорить, не плантации, от делянки, проведем для себя контроль качества за этой бочкой, я верю, и знаю, общаясь с старыми лесниками, с бандарями, которые имеют огромный опыт работы, я знаю, что есть и в Кавказском дубе очень разные массивы, они кардинально отличаются и по вкусу ароматики, и по цвету древесины. Мы хотим это сделать, мы будем это делать, это наш дуб, и кому, как не нам, создать аутентичное вино с собственным характером, выдержанное в собственных бочках. это не значит, что мы будем только в них делать бочки, поймите, но это как раз-таки та изюмин, которая разнообразия, которую нужно искать, и грех не использовать то, что наше, то, что у нас. Евгений Федин задает вопрос, так ли увлечен Сергей Николаевич виноделием, как футболом, станет ли оно таким, как футбольный клуб Краснодар по уровню и подходу? Спасибо за вопрос. Тут нужно вносить серьезную корректировку и ремарку. Сергей Николаевич и Сергей Николаевич, это два ближайших родственника, два человека, которые носят одну и ту же фамилию, одно и то же имя, одно и то же отчество. Поэтому не всегда правильно, точнее, совершенно неправильно ассоциируют винодельную Галецкий и Галецкий, только лишь с уважаемым бизнесменом Сергеем Николаевичем Галецким, старшим, который прославился во многом, создал великолепную футбольную команду, которая прославляет наш регион. Он увлеченный человек, ему нравится вино, я не могу похвастаться, что слишком часто с ним встречаюсь и общаюсь, но мне небольшое количество тех встреч хватило для того, чтобы понять, насколько это человек увлечен идеей создания великого вина в России. Но Сергей Николаевич младший Галецкий, вот с ним я в большей степени работаю, контактирую по всем вопросам проекта, и он является человеком, который находится непосредственно рядом с нашей винодельной и во всем нам помогает и инвестирует и делает очень большое дело для продвижения вина. На одном из последних видео была молодая посадка на высоком штампе. Что за формировка? Очень интересно. Это, наверное, оптический обман. У нас нет высоких штампов. Самый высокий штамп у нас 90 сантиметров от земли. Наверное, речь идет о невинограднике нашем молодом сорта небиола. Он потому, что субтильный, еще тоненький побег у него, поэтому кажется, это оптический обман, кажется высоким штампом. На самом деле, это не так. Там 80 сантиметров. Алексей, имеете ли вы отношение к великим предкам в истории России с фамилией Толстой? На самом деле, нет. Такой вопрос задавали мне часто на протяжении всей моей юности и уже взрослой жизни. Нет никакого отношения к великому однофамильцу Льву Николаевичу и другим знаменитым представителям семейства Толстых Алексею Константиновичу, Алексею Николаевичу, известным писателям. Наша семья не имеет, но это просто однофамильник. А в линейке ваших вин есть розовые и как вы к ним относитесь? Еще раз спрашивает Марина. Безусловно, в линейке винодельни Галицкий и Галицкий есть розовое вино, розе, которое у нас очень-очень элегантно и красиво оформлено. Марина, обратите внимание обязательно, зайдите на сайт компании Simple и посмотрите, оно очень красиво. Я к нему отношусь с большим уважением. Розе в мире сейчас приобретает все большую и большую популярность. Это действительно великолепное, прежде всего, летнее вино, хотя в нашем случае я пробовал на оно различных заведениях с прекрасными блюдами и в зимнее время. Очень гастрономичным себя показало. Отношусь с уважением, будем продолжать делать, ищем, добавляем и вот в частности автохтонов добавляем с каждым годом все больше и больше. Цемлянский черный очень хорош в Розе и дает свежесть, кислотность и очень правильный оттенок розового. Алексей, как оцениваешь потенциал русского пенонуара, в частности галинского? Примерная стилистика будет скоро с калифорнийской? Прикольный вопрос. Пенонуар, да, отвечать на него сложно. Пенонуар для любого винодела мира это какой-то такой вызов, который все принимают и стремятся сделать и прикоснуться к величию красных бургундских вин таким вот образом. Это очень сложно. В России климат гораздо более континентальный, чем в любой части Европы. Отсюда мы имеем очень жаркий конец июля и весь август иногда и начало сентября. Так как пенонуар сорт раннего периода созревания, попадая в такую жару, он подвержен такому моменту, как различие в фенольной зрелости и сахарной накоплении. То есть очень много сахара, а фенольной зрелости еще нет. Это большая проблема. Пенонуар это сложнейшая вещь. Наверное, на подавляющем большинстве туруаров в нашей стране сложно будет добиться выдающихся результатов. Хороших, добротных да. Мы стараемся и предпринимаем уже не первую итерацию, не первый подход к этому сорту. Видим, как мы маленькими шажочками двигаемся к тому, что в своей голове задумали. На нашем прохладном туруаре, повторюсь, на винодельне Галицкий и Галицкий высота виноградников 300 метров над уровнем моря и колоссальный перепад температур между днем и ночью в завершающий период вегетационный. Здесь мы не оставляем попытки создания Пенонуара серьезного уровня. Также и наблюдаем за успехами наших коллег. В Пенонуаре есть еще пара-тройка Пенонуаров российских, которые я для себя выделяю. Могу сказать, что... А ты, в принципе, Леш, настроен, что касается Пенонуара, очень, я смотрю, так, правильно. То есть, хочешь сделать лучший Пенонуар в России, да? Плохо, так сказать, тот человек, который не хочет в своей профессии добиться лидирующих позиций. Было бы глупо заниматься чем-то, не желая стать на нужное место. Пенонуар, про туристику Пенонуара, очень много разных мнений приходилось выслушать. Калифорнийский Пенонуар, вы сказали калифорнийский, по-моему, Пенонуар. Да, можно что-то услышать в первом нашем винтаже. Второй несколько отличается, мы по-другому стали работать с Лозой, поэтому давайте попробуем, поговорим, подискутируем выход второго винтажа Пенонуара. Который будет, наверное, месяца через полтора-два на рынок, даст почву для рассуждений, поговорим еще о том, все-таки какая стилистика ближе, правильно выслушаем мнение продвинутых винопотребителей, пускай скажут, нас ориентируют, но у нас есть своя точка зрения. Алексей, твой любимый сорт винограда и почему? Уже задали вопрос. Нет, любимого есть несколько, опять же, в разные периоды есть такая обостренная любовь, симпатия, любовь к какому-то сорту, но переходит на другой. Любим всех и все в хорошем смысле этого слова. Это правильно. А из белых что тебе больше всего нравится? С чем работать? С савиньоном, шардоне? Савиньон, как и пинонуар в красном, это самый сложный вызов для винодела на самом деле. Люблю этот сорт, но работать интересно с савиньоном, но пить, употреблять, я больше предпочитаю шардоне, безусловно, и рис. Для меня вот эти два сорта являются величайшими белыми сортами. В какой ситуации вы больше инженер, чем технолог, энолог? Спасибо. Это вот Агасия задает вопрос. Спасибо за вопрос, Агасия. Вопрос необычный. Я думаю, что в каждом виноделе, который трудится на виноделье, это все в разумном паритетном соотношении инженер и технолог. У меня для того, чтобы заниматься сугубо инженерными вопросами на винодельне есть главный инженер, который высокопрофессиональный специалист, и ему можно доверить абсолютно любые вопросы. Так что работает команда, повторю, я, не я один делаю вино, и без команды ничего бы не получилось на самом деле. Есть инженер, больше технологические вопросы, конечно, на мне и на моих коллегах, не я один винодел в этом проекте. Я руководитель, идеи генерирую, воплощаю в жизнь, но работает вместе со мной всегда рядом команда, и в одном проекте, и в другом проекте. Добрый вечер, хотелось бы услышать мнение Алексея и Артура о сортах и стилистиках, которые хорошо получаются в России, и таманских перуар в частности. Ну, отвечай ты, я свое мнение скажу. Хорошо. На самом деле, когда прозвучало в России, я сразу хотел, в голове у меня всплыла необходимость сказать, что, слушайте, Россия огромная, и Краснодарский край имеет огромное количество разных терруаров, которые, если аналогии проводить, где-то есть там своя Тоскана, при Черноморье, например, где-то есть, я надеюсь, свой Рейн, где-то есть другие прекрасные места, где-то прохладные холмы, как в Пьемонте. Очень пестрая палитра и по рельефу, и по почвам, и вообще по совокупности условий на винограднике, то, что и есть, собственно, то, что и вмещает в себя понятие терруар. Таманская зона, там, где преобладают все-таки равнинные участки, почвы представлены прежде всего с углинками, сформированными из каштановой глины, получаются, на мой вкус, интересные Каберне-Савиньон, Мерло, Саперави, которые отмечены очень высокими оценками от некоторых известных производителей. Сама глина дает возможность сохранить хорошую кислотность, дает возможность получить яркие ароматы и нежную, нежную, негрубую, тонинную структуру. Поэтому для тех, кто любит вина более тонкие, может быть, не такие мощные, то на Томанском теруаре вполне можно делать вина очень-очень высокого качества. Также успешные работы я наблюдаю своих коллег и с бланом, и с рислингом, и с шардоне. Надо стараться уже дробить большую Томань на какие-то микроучастки и предпринимать там и Каберне-Фран, я уверен, и Олиготе, кстати, очень хорошо получается на Томане. Это широкий спектр сортов. Я всегда говорю о том, что для меня, если бы я делал собственную винодельную, я бы посадил бы только два сорта винограда, больше ничего. Это Каберне-Фран и Олиготе. Все остальное это очень хорошо, но я считаю, что лучший Каберне-Фран, и мы еще покажем, как говорится, что есть в России, а что касается Олиготе, мы покажем то, что это очень недооцененный сорт винограда, из которого можно делать очень-очень качественные вины. Поэтому у каждого как бы свое видение. Я скажу из того, что мы, объезжая все хозяйства, пробуем очень много интересного, и каждый раз я убеждаюсь каждый год, я убеждаюсь в этом, что эти два сорта винограда, они могут быть исключительными на наших терруарах, то есть в России. Молодой Олиготе ярок, и он хорошо держит жару, противостоит ей. И у меня на усаде Маркот есть Олиготе, и моносортовое Олиготе, мы в ближайшее время делаем поставку в компанию симку. Мне очень нравятся вопросы Константиновича. Как переход на ООО и расширение производства повлияет на ценовую политику Галецкий и Галецкий? Ценовая политика, вообще, ценообразование на вину в мире и в России в частности, или в России особенно, это процесс очень непростой, многоступенчатый, и вдаваться в подробности того, как это приходит к той или иной цене, ну, нужно отдельные эфиры, это больше экономические специалисты будут рассуждать, а не практикующие аналоги. Поверьте, любая из виноделий на России находится в очень непростых реалиях. Мы приобретаем необходимые для нас саженцы, шпалерные материалы, комплектующие, вспомогательные материалы, преимущественно за границей. К сожалению, так, технику виноградовскую не производят, к сожалению, в нашей стране пока нужного количества, либо нужного ассортимента по этим моментам платим вдвое дороже, чем европейский любой винодел винограды. В этой связи сложно сейчас говорить о снижении цен, но пока ничего не зарабатываем, поверьте, мы стремимся к этому. на самом деле, столько, сколько денег вкладывается сейчас в виноделье, это пропасть, пропасть, которую заполнить будет достаточно сложно, поэтому дешевых денег нет. Бизнес в долгую, и могу вам сказать, опять же, положа руку на сердце, что, например, проект усадьбы Маркот, который был задуман мной и партнерами в 2011 году, сейчас мы с вами в 20-м находимся, при том, что мы уже 5 лет продаем свои вина в компании Simple, поверьте, при самом идеальном течении обстоятельств, о котором сейчас вообще говорить, наверное, сложно, я считал, лет через 7 возможно, при самом идеальном варианте мы только в ноль выйдем. Была прекрасная статья в одном из изданий, я уж не помню, в каком, не буду врать, Михаил Николаев, наш коллега из Левкадии, очень интересную раскладку сделал по тому, как можно посчитать бизнес-план винодельный, поверьте, там очень все в долгу и очень все непросто, давайте начнем, это не быстрые деньги, конечно, тут, как говорится, причинно-следственная связь такая, давайте пить больше российского вина, и тогда мы будем чувствовать себя увереннее, я думаю, что цены могут стать со временем более правильными, так сказать. В чем, по-вашему, уникальность российских вин, когда на слепых дегустациях они будут узнаваться за эти выдающиеся качества? Это очень хороший вопрос, спасибо, я думаю, что мы начинали говорить об этой теме в самом начале нашей дискуссии с Артуром, когда Саша Рассаткин задал вопрос по поводу формирования групп по качеству российского вина, до тех пор, пока мы этого не сделаем, до тех пор, пока мы этого не сделаем, в каждом даже микро регионе винодельческом будет очень пестрая палитра по винам очень будет пестрая стилистика и как явление российское вино никто не оценит и соответственно сложно будет говорить например о винах условно говоря зоны Семигорья либо зоны Причерноморской какой-то окрестностей Новороссийской или Анапы я утрирую либо какой-то части Таманской зоны о том, чтобы вот это они совершенно точно. тем не менее стилистика угадывается уже для продвинутых потребителей и для специалистов надо это отточить надо это совершенствовать надо сузить конечно придется вот придется все-таки сузить перечень сортов в каждом из регионов придется договариваться то о чем я говорю пока мы почему-то этого сделать не можем Всему свое время я думаю что все получится эволюционно Расскажите про биодинамический виноградник и используете ли вы эту технологию у себя на винограднике Расскажи используешь ли эту технологию Биодинамика Я с уважением отношусь к тому что делают родоначальники этого подхода натурального естественного подхода к введению виноградского виноделия которое родом из Бургундии Я с большим уважением отношусь к этому Сами мы для себя пока такой путь не выбрали объясню почему мы все-таки являемся приверженцами органического подхода к виноградовству виноделию мы не используем абсолютно на винодельни галецкие галецкие буду о разных своих проектах говорить отдельно по отдельности на винодельни галецкие галецкие мы уже 60% виноградников перевели на органику планируем в перспективе сделать это на 100% потому что все возможности для этого у нас есть мы видим возможности мы делаем мы не заявляем что-то огульно нам это просто не нужно более того мы не пишем на бутылках пока ничего и не планируем этого делать мы просто верим в то что меньшее количество средств защиты растений дает более вкусный виноград и соответственно более вкусное вино мы не используем вообще гербицидах не используем инсектицидов это средство для борьбы с насекомыми вредителями гербициды это все-таки сорная растительность абсолютно совсем преимущественно сера иметь на 60% планируем довести до 100% органический подход мы видим возможность это сделать и видим результаты которые есть в вине в случае с усадьбой маркот там уникальное расположение виноградник и виноделье находятся в самой низкой части морковского хребта и виноградник постоянно продувается ветром постоянно дело все в том что даже после дождей он моментально просушивается и мы там очень минимизируем свое вмешательство по защите жизнедеятельности виноградника не сильно его защищаем средствами поэтому виноград получается максимально здоровым при меньшем количестве обработок ведем работу и по переводу на органику на маркотхи тоже органика степ-бай-степ как я говорил давайте перейдем к органике если увидим когда-то необходимость и возможность и привлекательность биодинамики для себя быть может так я скажу Алексей как вы отдыхаете от виноделия умом и телом есть хобби увлечения или все мысли только о винах Чисток задает вопрос хороший очень как раз у нас это самая больная тема по-моему отдыхать да я на самом деле не очень не умеющий отдыхать человек и давно честно сказать не был в таком увлекательном путешествии которое называется отпуск но я счастливый одновременно у меня семья два прекрасных сына я все свободное время стараюсь по мере возможностей стараюсь посвящать своей семье проводить время вместе с ними есть очень много разных увлечений мы готовим вкусную еду планирую когда-то верну планирую еще я не очень еще старый человек я планирую еще немножко в футбол поиграть в любимую мною горячо любимую мною немножко надо найти время немножко сбросить вес и для себя для удовольствия с ребятами придаться вот этому своему увлечению юность Татьяна Ивлева говорит не выдержала и открыла бутылку вашего пенонуара а хотелось поберечь первый релиз и посмотреть на развитие какие технологические операции помогают сделать его таким выразительным первый винтаж пенонуара мы это была первая итерация первый подход на этом туруаре нужно понимать что я пришел на этот туруар и должен был очень многие вещи опробовать для себя первый винтаж мы подвергли очень жесткой очень жесткому зеленому сбору то есть разгрузили и использовали минимальную нагрузку на лозы менее чем на самом деле менее чем полтора килограмма от этого получилась очень яркая ягодная концентрация и может быть цвет который чуть более интенсивный чем мы привыкли большинство привыкли видеть в пенонуаре у этого вина очень мощная ягодная экспрессия очень такое вот южное среднее хорошее тело и прекрасный баланс мы выдерживали его в новых дубовых бочках могу сказать что винограда было немного и всего 5,5 тысяч бутылок мы выпустили и техника винификации здесь была потому что концентрацию я видел очень хорошую в ягодах я не прибегал к той технике которую традиционно применяют для пенонуара это не было подвергнуто пижажу буду использовать иногда эти слова это был ремонтаж с мацерацией общей продолжительностью мацерации в 17 дней Вайн Пассенс спрашивает Алексей у вас был опыт работы в других странах и где вам хотелось бы сделать вину помимо России на самом деле опыт работы в других странах был да конечно правда нужно это тоже запомнить опыт работы в других странах был но это было тогда когда мы с моим другом и коллегой Александром Зягинцевым который был моим руководителем старшим товарищем человеком который меня направлял мы работали на предприятии союз винов в станице Воряниковской в нашей родной моей родной и мы ездили в командировки в Македонию в Болгарию там мы не занимались унификацией нужно быть честным мы ездили туда выбирать вина для того чтобы в свое время привезти в Россию потому что эти предприятия входили в наш холдинг опыт был мы общались с коллегами так предметно прямо на винодельнях дегустируя выбирая вина по поводу того места где бы хотелось сделать вино было несколько предложений заняться практическим виноделием в Европе в Италии в частности два предложения одно было из Тосканы другое совсем недавно из Пьемонта возглавить винодельню в Пьемонте но на самом деле несмотря на мою горячую любовь к этому месту Пьемонту Борола и Барбареско я человек с корнями я говорил об этом я живу там где я родился и несмотря на множество предложений которые действительно были в разное время я никуда никогда не хотел уезжать я верю в то что вот свое лучшее вино мы я не говорю я мы команда одной другой винодельни сделаем в тех местах где мы прилагаем свои усилия Татьяна Ивлева задает вопрос есть ли популярные сорта с которыми вам сейчас было бы неинтересно работать нет пока мы еще не присытились ничем возможно это и неправильно возможно это и неправильно слишком полифоничны все виноградники большинства виноделин на самом деле слишком много сортов нам я всегда говорю что вот когда и если придется начать еще какой-то один проект то надо иметь мужество мужество все-таки вопреки желанию попробовать то вот это сделать одно другое третье вино все-таки остановиться на максимум двух сортах и сделать жемчужиной изюминкой вот с этого небольшого перуара не говорю о больших проектах я говорю о маленьких проектах сделать вот то зачем будет к тебе приезжать к тебе приезжать за этим потому что у тебя оно вот такое я думаю что не устал я ни от таких сортов но при создании чего-то отдельного для правильного позиционирования если говорить языком маркетинга для того чтобы это было действительно узнаваемо картина была нерасплывчатая нам нужно все-таки нам нужно все-таки иметь мужество еще раз повторюсь при создании новых проектов ограничивать себя в сортах и каким-то микроапелласьоной формировать в том числе условно говоря за этими двумя сортами туда за этими сортами туда так устроено виноделие во Франции и как мы знаем это является после производства аэрбаса второй сточей дохода государства потому что нельзя шардоне в бордо сделать потому что нельзя сделать там вот то и здесь вот это как-то так они почему они как-то нашли возможность договориться ну потратили они просто на это несколько веков наверное а мы к сожалению пока еще не договорили добрый вечер господа Алексей пробовал ли ты виноградной эли и как относишься к ним к сожалению я вот такой ретроград на самом деле я ну безо всякого никого не хочу обидеть я достаточно скептически отношусь к новомодным вещам я не говорю сейчас об натурал вайн об оранжах нет мне это нравится я не считаю это новомодными вещами это старые вещи которые возвращаются всевозможные комбинации вина и пива пятнаты эли ну извините еще раз повторяю никого не хочу обидеть сам с удовольствием попробую но заниматься не хочу я скажу так что если я захочу выпить пиво я выпью пиво в винограде запах дрожжей и аромат вот этот вот пивной аромат который стоит мне не очень нравится поэтому я за натур продукта говорится если это пиво значит пиво если это сидор значит сидор ну чего собирать виноград и делать из него так чтобы от него пахло яблоками по полной программе какой смысл не знаю у каждого свое об этом было много много было сказано что сейчас действительно к винопотреблению приходит то самое поколение очень молодых ребят которые по-другому мыслят по-другому по-другому работают и видят свою жизнь в развитии совершенно по-другому они начинают свое знакомство все-таки с напитками с разных модных пивных напитков может быть еще чего-то и у них другой вкус и вот эти комбинации они живут для них но наверное через 5-7 лет став более взрослыми они сепарируются опять кто-то будет пить пиво кто-то придет к серьезному вину которое вино классическому вину об этом было сказано неоднократно ведущими исследователями и в частности на Simple Congress на котором мы с тобой были там был отдельный доклад по этому вопросу Шереметова пишет мой интерес к российским винам начался 4 года назад благодаря Дарьи Безруковой и с тех пор я стал по-другому относиться к нашему вину вы как-то предполагаете развивать винный туризм уже на более серьезной основе на самом деле по обоим проектам о которых я имею честь представлять это еще такой большой пробел да мы вообще не приступали пока к реализации этого важного момента этого важного аспекта в развитии любой винодельни мы прекрасно понимаем что успех в продвижении вина в том чтобы познакомить большое количество людей с тем что вы делаете показать потому что люди пока не увидят своими глазами руками пока не потрогают они не поверят в это до конца они будут считать это сказками венского леса мы это очень хорошо понимаем но как перфекционисты и на Маркотхе мы так жестко относимся к этому и здесь собственники очень четко понимают что пока это не сделано в самом лучшем идеальном варианте мы не зовем пока никого это передается команде винодельни здесь на винодельни Галецкий и Галецкий мы также считаем и полностью разделяем мнение собственников которые ну не хотят пока приглашать пока мы еще не доделали все так как мы хотим встретить наших дорогих гостей конечно это очень круто и я уверен что это будет очень крутое место даже не сомневаюсь вопрос дилетантов вчера метеорологи объявили прогноз по жаркому лету с точки зрения виноделия следят ли виноделы за такими прогнозами и вносят изменения в работу с лозой мы не то чтобы следим за этими прогнозами мы ежедневно думаем об этом не случайно на виноградниках хороших винодельских предприятий есть такая вещь как метеостанция которая дает не просто информацию о температуре например она дает информацию о направлении силе ветра о количестве осадков каждый раз можно измерить с накопительным эффектом о температуре почвы о температуре виноградного листа о температуре почвы на разной глубине и так далее и тому подобное более того выдают прогнозные моменты не только по прогнозу погоды но и по тому блоку проблем и заболеваний которые могут случиться на виноградной лозе мы за этим следим и нас очень заботит например сейчас то что была бесснежная зима не было осадков совершенно это повсеместная картина по крайней мере в России на виноградовско-винодельческих местах в России это очень большая проблема потому что может быть два варианта развития событий либо той влаги которая была не была накоплена в почве не хватит растения мы даже в тех местах где не было водного стресса он может появиться вторая проблема что если природа захочет компенсацию некую внести то есть грубо говоря ну не дала я зимой дождей ну вот нате вам летом а еще и с градом такое тоже может быть и мы очень внимательно за этим следим и исходя из влияний и глобального потепления которое мы очень четко ощущаем причем это вот в течение 5 лет 7 лет мы видим эту большую разницу я уже давно сказал своим друзьям коллегам свое мнение высказать что виноград мы скоро начнем собирать в конце июля к сожалению в общем и целом могу сказать что могу сказать что мы за этим следим и подрезку и листовой аппарат и высоту штамба и очень много вещей регулируем в соответствии с теми прогнозными данными по климату которыми владеет да внимательно следим конечно по другому быть не может это же основное ошибиться можно один раз в год но не нужно на галецке галецке совмещены большинство международных сортов насколько сложно было совместить их на одном участке это хороший вопрос нужно внести ясность кстати это константинович задает вопрос который уже не молодец все это кумулятивный эффект человек точно заслужил один из призов одну из бутылок все одна из бутылок значит кумулятивный эффект точку капля добила и добилась своего значит смотрите нужно важную ясность внести четко мы пришли мы долго выбирали собственниками долго выбирали то самое место я же говорю о проекте Галицкий на котором мы сделаем то самое наше вино было очень много разных вариантов рассмотрено в разных субрегионах нашего края винодельческих мы смотрели и думали и в итоге выбрали Гастагаевскую о чем ни секунды не жалеем это уникальное уникальное место и мы пришли в то место где уже был высажен виноградник там был хозяйствующий субъект там была другая другой собственный но к моменту нашего прихода это продавалось к моменту нашего прихода виноградники были ну в достаточно таком непростом периоде в своей жизни в своем развитии мы пришли кардинальным образом сменили шпалеры устройство штамп лозы поменяли высоту его количество так сказать рукавов мы с одноплечего кордона перестроили все это на двойной гюйо либо на двойной кордон преимущественно очень много моментов мы внесли поэтому виноград был посажен другими уважаемыми людьми мы оценили перспективы перуара и решили работать здесь восстанавливать их отнеслись с уважением к той лозе которая уже имела определенный возраст на момент нашего прихода в 2016 году это было так вот посадили мы не так много сами мы выбрали для себя отдельный склон но новый абсолютно и сделали маленькую бургундию он имеет красивое звучное название Джавага как и каждый из участков на винодельне Галевский и Галевский историческое название которое идет с 19 века и посадили небольшой маленький пьемонт винами в котором борола опять все вборола Нибиола и Барберу которые мы обязательно попробуем обязательно скоро попробуем пестрота сортов разных международных была не нашим выбором но результаты первого нашего релиза то с каким вниманием мы заточили признательность с каким вниманием продвинутые винопотребители отнеслись к тому что мы сделали в первом своем в первой своей итерации в первом своем подходе к созданию вина отнеслись с большим интересом уважением вина популярна вина приобретаются это подтверждает нам что мы на правильном пути и мы будем это делать продолжать продолжать Алексей вы заигрываете с дефектами в своих винах или стараетесь всегда сделать максимально чисто редукция оксидация летучая кислотность можно это вообще считать дефектами очень хороший вопрос в очередной раз редукцию я не считаю дефектом на самом деле это мое мнение я думаю большинство моих коллег согласятся со мной потому что редукция ничто иное как обратная сторона оксидации и мы иногда особенно для сойнилбана это очень важно например разлить вина редуктивным для того чтобы оно дольше существенно прожило в бутылке безусловно летучая кислотность это дефект но есть типы вин которым она будучи находясь в определенной достаточно высокой высоком содержании летучая кислота она дает правильный правильный органолептический эффект придает в частности мы говорим о байсвайне я очень спокойно отношусь к этому в винах изувяленого винограда на манер амароны поэтому надо предметно говорить о том или ином аспекте или о том или ином моменте применить на каждому вину отдельно что там еще было упомянуто оксидация да оксидация конечно оксидация летучая кислотность оксидация за редкими исключениями редчайшими даже да конечно это дефект мы стараемся не заигрываться с ними но там где это уместно мы это допускаем потому что сделать айсвай летучая кислота 05 ну наверное это неправильно и это говорит о каких-то технологиях не классических например налег такой дает как раз алексей ваш айсвайн с батритисом будет из какого сорта и какую цену на него планируете это стопроцентный рис линкриинский вино это только родилось оно менее недели назад завершило процесс брожения вино это бродило по лучшим канонам как в Германии три с лишним месяца оно само остановилось что меня очень радует у него великолепное соотношение кислотности спиртуозности и сахаристости мы выдерживаем сейчас его в бочках начали на рынок она будет позиционироваться не раньше 2021 года может быть даже посмотрим мы наблюдаем за ним оно в пути что называется мы еще не подходили к такому моменту как продумывание цены на это вино однозначно будет очень дорого на самом деле потому что извините там в несколько раз больше винограда было использовано для создания того же самого объема вина мы будем делать все для того чтобы это было наиболее доступным но продавать вино ниже своей цены и себестоимости ну против правил бизнеса поэтому мы постараемся чтобы дошло до всех и чтобы всем было от этого хорошо и нам в том числе Алексей по какому пути по вашему мнению пойдет развитие российского винодельческого производства крупные производства или небольшие хозяйства что ты думаешь я тут опять же то что я хочу и хотел бы видеть как специалист работающий в отрасли как человек которому не безразлично это как человек который никуда не хочет так сказать перемещаться жить и работать там где он родился я могу сказать что я хотел бы и что скорее всего произойдет вот я безусловно хотел бы чтобы в каждом маленьком регионе которых должно быть больше то есть не надо там считать что при Черноморье это не этот это не один регион там их много маленьких потому что Анапа Новороссийский Геленджик отличаются друг от друга безусловно Тамань она тоже достаточно много разных теруаров имеет вот эти наши прохладные холмы которые тянутся как я говорю от Гастагаевской до Собербаша до Смоленской они тоже это отдельные места и причем тут не один не один микротеруар так вот каждый микротеруар должен иметь 100 маленьких хозяев я так считаю я убежден в этом это было бы ну что может быть я утрирую но тем не менее несколько десятков это обязательно должно быть обязательно должно быть иначе мы будем страной в которой есть 5 мегагигантов например я к ним с уважением отношусь они должны быть они будут и они сильнее других они точно переживут все и выживут и дадут результат но я против того чтобы только они были но тенденции таковы не только в нашей стране но и во всем мире что идет укрупнение и скорее всего крупных крупные будут укрупняться а будут ли маленькие создаваться мы посмотрим мы очень будем стараться мы не сдаемся мы хотим Марина задает вопрос мне Артур то есть я правильно поняла мне сегодня только ваше внимание светит нет Марина мы в конце у нас осталось очень мало времени мы обязательно решим и вас мы не забудем так а что вы думаете про винодельню мысхака есть ли конкуренция с ними опять Марина задает вопрос Марин Марин Марина на самом деле я действительно не кривя душой не кривя душой всегда честно говорю и не только я это и звучало из уст и ведущих винных экспертов и представителей лучших виноторговых компаний я это слышал и вот представители администрации которые занимаются регулированием работы отрасли нашей что ну не конкуренты российские винодельни друг другу и изначально начало нашей беседы вы наверное могли это тоже понять мою вот это отношение мою позицию на нашем рынке с вами по разным подсчетам наверное от 65 до 55 около 60% все таки вина которая либо ввезена сюда бутилированным из-за пределов нашей родины либо каким-то образом смешиваясь с российским вином автоматически становится российским вином но тем не менее процентное соотношение в нем в этом вине не нашего вина я сейчас не говорю хорошее оно или плохое его нет так вот наша задача имея виноградовско-винодельческие терруары очень интересные постараться чтобы процент присутствия российского вина на рынке в разных сегментах он становился выше выше и выше год за годом я против революционных мер в этой части я прям против них но мы своей работой своей консолидацией о которой я уже сегодня говорил должны заслужить это мы не конкуренты друг другу от слова совсем это не пустые слова не какие-то там голословные утверждения я считаю что как только мы консолидируемся как только в микрорегионе в каком-либо будет конгломерат из виноделин которые делают интересные вина их будет ни одна ни три ни пять товарищи из Европы из мира заблокируются с Артуром Георгиевичем и другими прекрасными нашими винными критиками писателями журналистами и проявят большой интерес к российскому вину и как я вижу как обратный такой момент как только иностранцы проявят интерес к российскому вину на полном серьезе это подхлестнет интерес к российскому вину внутри нашей страны поэтому наша задача заявлять о себе и быть интересным интересными для внутреннего рынка и для внешнего рынка и тогда мы добьемся того чего хотим тогда наши бизнесы станут прибыльными тогда вы будете выбирать в большем количестве случаев российское вину на полках магазина либо в иных картах ресторана я хочу немножко вмешаться значит во-первых этот вопрос был от Марины я его специально задал я знаю реакцию от Алексея зная Алексея человек никогда ни про кого ничего плохого не говорит может быть что-то и думает но никогда не говорит поэтому то что Алексей сейчас я задал этот вопрос благодаря вам и то что Алексей на него так ответил это абсолютно ожидаемо я хотел в лишний раз чтобы вы убедились что Алексей очень позитивно и скажем так патриотически настроен на то что в России действительно можно сделать я думаю что Алексей будет один из тех людей кто будет делать великие вины не за что можно было не слушать это я не тебе это говорю а у меня как раз и наушник сел представляешь как относитесь к размещению производства за пределами климатических зон произрастания винограда отрицательно но опять же отрицательно наверное это такой может слишком быстрый ответ я дал не глубоко подумав очень действительно большая страна на самом деле очень большая страна ну слушайте Алтайский край ну наверное транспортная логистика транспортная логистика сейчас настолько развита что лучше все таки с места тут мы очень много можем порушить благих намерений и идей которые связаны с ЗГУ ВЗНМП которые зарождаются если мы все таки в угоду какой то логистике скажем а вот давайте все таки мы там заводы вторичного виноделя как это называлось в Советском Союзе поставим там в наших больших отдаленных регионах нет давайте постараемся довести до наших винопотребителей даже на Чукотку на Камчатку вина которые сделаны и бутилированы в том месте где они родились однозначно но я считаю что и вот твой эфир Зейнулой я несколько эфиров смотрел на самом деле Зейнулой он очень правильные вещи говорил я абсолютно поддерживаю надо идти на Урал на Южный надо идти на Алтай надо идти в Южную Сибирь однозначно и корнесобственные вещи момент я тоже очень приветствую надо работать надо ничего не бояться виноградарство и виноделие с глобальным потеплением даст большой урон сложившимся регионам винным но подкроет грандиозные перспективы для венгерских регионов где его вообще не было и филоксеры не было поэтому все может быть считаю что надо подумать об этом и деньгам большим инвесторам тоже посмотреть в ту сторону Марин я хочу отметить что продвинутый пользователь это тот кто читает знает объезжает винные хозяйства не обязательно работает в этом направлении а просто хорошо разбирается в вине и знает что ему самому нравится вот это продвинутый пользователь а то вопрос продвинутый пользователь это кто кто это продвинутый пользователь потребитель кто много употребляет или кто качественно употребляет и качественно употребляет да так то есть Алексей считает Гертруда Кузнецов говорит то есть Алексей считает необходимым Алексей считает необходимым апелляционное регулирование в России Без этого никак, абсолютно мы не придем к серьезным результатам к международному признанию а как я говорил 5 минут назад для меня признание внутри России как-то не парадоксально, придет во многом или там окончательное признание российского вина внутри России и, так сказать, тот счастливый день, когда российская вина будет главенствовать на нашем внутреннем рынке придет только после того, как нас признают во всем мире по-серьезному и оценят серьезно, и когда приедут наряду с нашими уважаемыми друзьями и коллегами, иными критиками еще приедут и иностранцы и не просто мы их привезем, еще раз я говорил об этом час назад, привезем их, наверное, за деньги, да, наверное нужно говорить, да, за деньги конечно они сами приедут, потому что это интересно потому что они на волне этого мейнстрима захотят посмотреть, а что же они там делают вообще что же они там сделали давайте-ка мы попробуем и дадим им рейтинги да, Алексей, расскажи о своей большой мечте в проекте Маркотх и проекте Галицкого большой мечтой в проекте Маркотх является более успешное продвижение вина на рынке нужно достучаться до большего количества потребителей я хочу доделать там капельный полив наконец-то там он нужен 350 миллиметров осадка в год это мало да, и мечта завершить отделку винодельни она у нас очень большая и посадить еще 2 гектара, у меня свободная земля есть вот такие мечтания у меня по Маркотху на винодельни Галицкий и Галицкий я хочу точно так же хочу большего признания хочу добиться идентичности чтобы действительно люди попробовали вину сказать, да, мы знаем, чувствуем это красная горка вслепую это красная горка, потому что такого вина нет больше в другом месте оно уникально по своим качествам в совокупности своих качеств хочу, чтобы мы построили нашу гравитационную винодельню здесь и верим в то, что когда-нибудь мы это сделаем Фархад Нагдалиев задает вопрос если бы тебе дали возможность распределить сорта 2, 4 по микроапелляционам Тамань, Крымский район, Гастагаевская, Геринджик, Супко, Раевская, Семигорье как бы ты это сделал? Фархад, это вопрос очень непростой и требует отдельной дискуссии, я думаю, часов на несколько и это будет только начало этого разговора и первый подход на самом деле А каких вин больше употребляем дома? Своих или не своих? Хороший вопрос, один из очень хороших вопросов на самом деле Гертруда как всегда книга у нее есть, так что она на вино больше претендует Я с удовольствием пью вино и на самом деле я так даже посчитал что свое вино я пью приблизительно один раз в неделю одну бутылку в неделю свое вино Все остальное время я пью вина от других виноделин либо отечественных, либо зарубежных При том, что в неделю на моем столе в нашей семье на столе оказывается ну, наверное ну, минимум бутылок пять минимум бутылок пять вина вот посчитайте то есть, условно говоря одну бутылку я выпиваю своего в неделю четыре бутылки это вина от коллег российских либо иностранные вина коих у меня, слава богу, достаточно А в Майнпассион задает вопрос Алексей, России определенно нужны виноделы вашего уровня Вы преподаете где-то? Есть в планах подготовить учеников? Неоднократно не буду скромничать лукавить Неоднократно поступали предложения для того, чтобы и курс лекций прочитать но почему-то как-то я даже сказал, что я это сделаю бесплатно в университете нашем краснодарском но дальше каких-то конструктивов дальше никакого не сложилось наверное подумали что я шучу что я хочу бесплатно нет этого пока не произошло у меня были на Маркотхе неоднократные попытки взять человека в обучение но те, кто хотят это и хотят они обычно с таким энтузиазмом приходят но люди почему-то думают что быть виноделом это одеть шарф на шею красиво его завязать и пойти с бокалом вина прогуливаться в красивых башмаках по винодельни дегустируя изысканные вина но на самом деле это вообще не так такое бывает но к этому нужно очень долго идти пока не нашел я того таких вот молодых ребят которых бы хотелось все-таки чему-то научить мы обязательно будем сейчас на Маркотх расширяя производственные мощности приглашать прежде всего молодежь я так думаю вот обязательно это сделаем преподавательская деятельность ну наверное нет объясню почему потому что ну у меня просто катастрофически не хватает время для родных и близких людей в том-то и дело да я тебя прекрасно понимаю очень много проектов которые можно было бы заниматься да я отказываюсь от проектов когда меня просят поучаствовать в том или ином проекте как консультант как винодел который будет помогать в работе периодически там буквально приезжая давая советы я отказываюсь и несколько уже таких проектов было которые я ну просто с удовольствием порекомендовал других уважаемых мной специалистов и они там трудятся с удовольствием Мерло и Козак готовы к употреблению или все же лучше оставить их полежать если да то сколько спасибо очень хороший вопрос мы думали и дискутировали над этим неоднократно и с собственниками и членами нашей команды мы выпустили выпустили первый лист вин красных такой это на вырос что называется это однозначно нужно класть у нас наш месседж который я старался довести до потребителей на наших встречах что ребят купите и положите в погреб выпейте сейчас выпейте через три месяца выпейте еще через полгода и посмотрите в развитии получите большой кайф и увидите поступательное движение вверх этих вин и мы рассчитываем сформировать такую группу любителей наших вин которые будут покупать их сознательно с дальним прицелом потому что в них мы постарались мы старались и мы видим так и надеемся что мы не ошибаемся есть очень большой потенциал так как вы относитесь к янтарным винам я уже говорил об этом полчаса назад и с большим удовольствием их пью с интересом присматриваюсь к их производству в частности такой открою небольшой секрет есть у нас кое-какие планы и мы сделаем обязательно это в качестве такого экзотического может быть момента возврата к корням и сделаем это в глине и сделаем это из очень интересного сорта или сортов в общем давайте посмотрим давайте это будет таким сюрпризом на будущее дорогие друзья у нас много вопросов по поводу комментариев насчет федерального закона 468 который и конечно же это очень большое время займет вся эта история я думаю что очень коротко можно сказать что к сожалению нам сейчас нет возможности доработки в него внести потому что вся страна находится в скованном режиме все в пандемии он вступит 26 июня а там надо кое-что править специалистам давать свои рекомендации там канва которая с которой можно работать но надо поправить там кое-что к сожалению я не представляю как мы будем это делать в любом Алексей стабуляш применяется на каких сортах рис послушай вот смотри Марина Волгушова которая она очень много вопросов задает причем вопросов которые которые ну скажем так очень простенькие с одной стороны с другой стороны видно что человек любознательный поэтому я даже даже думать не буду я в первую очередь вот что касается книги я подарю Марине для того чтобы она изучила осмотрела посмотрела бы и поняла бы какое количество винных хозяйств есть в России и могла бы сформировать свое такое вот первое мнение а дальше уже идти и дегустировать и пробовать сначала прочитали потом выпили отдохнули я работаю в алкоголе 15 лет это будет неудобный вопрос вы его навряд ли зададите хорошо почему да с какими винами готовы конкурировать что я могу купить из российского лучше хотя бы нового света думаю вы не ответите вы уже вы сами сказали сами все решили я представляю как мужчине может быть с вами очень тяжело потому что вы все сами придумали все сами сказали так это не совсем правильно неправильная задача вопроса в любом случае для того чтобы говорить что есть вот опять таки есть винный гид вы можете его приобрести на сайте aswinegid.com и изучить вопросы какие там лучшие вины есть все в баллах все можно полностью увидеть поэтому не вижу проблем в первую очередь нужно просто понять какое количество какой масштаб есть в России нормальных вин работаю в алкоголе 15 лет это мощно прозвучало да согласен возможно ли в будущем полная роботизация на винодельне от сбора винограда до отправки поставщикам а винодел будет следить за пультом футуристические такие прогнозы не есть и возможно кто-то дойдет до такого я считаю идиотизма а этого не приемлю если это будет происходить повсеместно я буду последним кто будет мы будем наша команда обеих виноделин наша команда обеих виноделин будут последними кто будет откидываться гранатами от этого всего от роботов которые нас будут пытаться поработить нет против конечно Алексей в Дагестане есть желание сделать вино Михаил спасибо большое за приглашение за предложение я с трудом понимаю как это можно сделать имея такую занятость на тех проектах которые у меня есть думаю что поиск какой-то дополнительного заработка может руководствовать человек мог бы руководствоваться поиском дополнительных денег мне это не нужно спасибо большое я просто не хотел бы делать плохо не уделил этому достаточно времени и ничего хорошего не получится извините один был очень хороший вопрос по поводу династии готовишь ли ты своих детей для того чтобы они были бы потом виноделами коротко я очень надеюсь что либо старший либо младший сын так или иначе продолжат мое дело но навязывать но навязывать им ничего не могу не буду не хочу скажи твое мнение кому ты будешь вручать свои вина фархаду однозначно и там был мужчина я не помню Константинович да вот давай это Константин этот такой Константин вот две бутылки от винодельни одна бутылка от винодельни галецкий галецкий и это будет бленд казак пускай зачем ты мне сейчас зачем ты сейчас это сказал надо было с самого начала сказать пускай фархад попробует как наш фархаду значит казак достает это круто Константинович будет кювер номер один резерв другой наш топовый бленд от винодельни усадьба морковь огромное спасибо Леш тебе огромное спасибо за то что ты есть у нас потому что ты действительно большая ценность наша и мы тебя очень-очень любим я знаю что и уверен что впереди очень много великих вин из твоих рук будет выходить вот поэтому дай бог тебе здоровья всем твоим близким дорогие друзья мы завершаем эфир по поводу призов уже сказаться Леш скажи свое спасибо большое Артур тебе за то что пригласил спасибо за интересные вопросы ты как всегда удивляешь своей коммуникабельностью своей широтой своих знаний и спектром вопросов которые ты подготовил и которые ты прочитал мы сейчас отключимся Леш спасибо тебе большое пока-пока